Это, собственно, да, моя любимая история по поводу, вообще, кто, ну, как, то есть, в общем, как люди видят искусствоведы, что им является на самом деле. Я поступала, например, на спустояние в 1998 году, вот, и я помню, как моя бабушка страшно переживала и говорила, «Алиса, что ж ты делаешь, деточка? Это ж ты потом будешь бабушкой в Эрмитаже, ну, нужно же идти на менеджера-экономиста на худший вообще вариант, чтобы как-то быть уверенной в завтрашнем году». И вот это, собственно, очень много требовало с моей, как сказать, стороны упорства и, значит, настойчивости, чтобы бабушке доказать, что, собственно, может быть учесть другая искусствоведа, а не только, значит, чудесные усмотрители в одном из лучших музеев. В принципе, это тоже нормальный финал для карьеры искусствоведа, в принципе. Но, знаете, история искусствоведения настолько комплексная, что вот действительно за эти, ну, сколько получается, 20 лет с небольшим, мы пришли из ощущения того, что история искусства – это что-то такое элитарное, что-то такое вот, ну, как бы очень узкое, такое экспертное. Это вдруг стало неожиданно мейнстримом. Я вдруг поняла это, когда, знаете, в любом, там, не знаю, сериале, прости господи, значит, там везде кто-нибудь, какая-нибудь, значит, героиня, обязательно искусствовед. Она обязательно что-нибудь там. Я посмотрела сериал «Содержанки». Как я была вообще счастлива, когда я, значит, поняла, что весь сюжет крутится вокруг, собственно, современного художника и, в общем, рынка. И это все вот уже, господи, когда Константин Богомолов доходит до искусствоведения, это значит, что, знаете, как бы сдвинулись тектонические плиты, и, собственно, все. Моднее ничего уже нет. Значит, мы все с вами участники большого рынка. Рынок — здесь принципиальное слово, потому что, собственно, история про историю искусства очень часто оставалась исключительно в сфере некоммерческой, в сфере музейной, в сфере некой культурной политики, но не в сфере рыночных отношений. Сейчас искусство — это больше и больше история про рынок, история, собственно, про возможности коммерческой реализации, конкретно каких-то бизнес-задач. И это тоже, ну, как сказать, не может не радовать. Вот поэтому, наверное, все эти чудесные истории, они имеют место быть, и они важны. Но, наверное, самая важная картинка — это, собственно, вот это, потому что, когда вы, собственно, становитесь искусствоведенными и выходите на рынок, то, ну, это совершенно понятно, что как работодателю, собственно, мне вообще, ну, не очень важно. Хорошо вы разбираетесь, там, не знаю, в дорическом, дорическом или иноческом бродере, можете ли вы отличить там Торетто от Веласкаса, или что-нибудь еще какие-то ваши компетенции, которые вы обретаете на факультете. Но мне важно, насколько вы, как профессионалы, можете жить в ситуации задачности и материальности задач. Вот мир современного искусства, которому я принадлежу уже много лет, учит именно тому, что это, ну, как бы мир, который вы создаете сами. Вы, вот, приходите и сами создаете себе проблемы и придумываете, как их решать. Или, там, кто-нибудь выкидывает вам проблемы, а вам надо их решать. Но суть в том, что, собственно, вот это вот многоущество — это символ того, как я вижу сегодня искусствоведа, который, собственно, выходит в мир, где его индивидуальная траектория совершенно непредсказуема. Вы ее можете создать себе всегда сами. И в этой, как бы, индивидуальной траектории, которую вы себе сами создадите, совершенно неизвестно, что вам в жизни потом пригодится, да, где вы вдруг раскроете какой-то там, не знаю, вспомните важный курс, который вам кто-то когда-то прочитает на факультете. Со мной встречались совершенно неожиданные вещи, какие-то инсайты и флешбеки к вещам, которыми я думала никогда в жизни не вернусь. То, что мне казалось этим совершенно, не знаю, неполезным. Во время моего, там, не знаю, обучения здесь на факультете вдруг это выстреливало совершенно такими моими уникальными, такими-то штуками. Я потом про это расскажу, когда, собственно, я занималась уже, ну, работала в Государственном центре современного искусства. Когда я с вами говорю как работодатель, я, как сказать, вижу вас, потенциального человека, который придет ко мне и будет уметь, условно говоря, все, да, потому что искусствовед, это менеджер, это маркетолог, это, там, знаю, стилист, непобыстрее, архитектор немножко, потому что кто вы, какой виск, кстати, целую экспозицию построить не умеете, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я совершенно четко понимаю, что вот, ну, этому, как сказать, этому лучше только на практике. И вот никогда ни в одной аудитории, я вам, например, не расскажу, даже если я там возьмусь у вас читать курсы, скажу, я буду вам читать экспозицию выставок, что я вам сделаю? Я вам покажу миллион референсов, как будете строили выставки, да, уже, а вы будете строить выставку для ту, которую вам никто не рассказывал, и, соответственно, это будет тот челлендж, та задача, которую вам все равно надо будет вот делать и решать на месте. Что можно взять из этого факультета, что, наверное, самое важное, что, ну, вообще, на что нельзя забивать никогда, это на то, когда вас ведут к живым художникам. Это то, когда вы идете, например, на практику в музей. Ну, вот, например, в мое время, когда мы проходили практику, мы относились к этому как к чему-то такому, ну, в общем, к чему-то такому обременительному, я бы сказала. Вот на самом деле практика — это невероятно золотое время, когда вы приходите в музей, и, собственно, все понимают, ну, пришел студент, он, как бы, может делать ошибки. Это единственное время, когда работодатель вам простит ошибки. А когда вы закончили университет, как бы вы уже выходите на суперконкурентный рынок, потому что все больше и больше сейчас открываются музеи, открываются галереи, насыщается культурное пространство разными институциями, и вы выйдете, с одной стороны, в рынок, который будет в вас нуждаться как профессионалов, а с другой стороны, вас таких очень много. И вас таких очень много, и берут людей в тех, которые, как сказать, выигрывают в этой конкурентной борьбе. Поэтому язык, никогда не возьмут человека без языка на уровне advanced, это просто must. Английский язык во время университета, ну, как бы, просто если вдруг вы еще не обладаете уровнем advanced, хотя бы intermediate, обязательно нужно выучить. Потому что сфера искусства — это сфера крайне международного, как бы, коммуникационного языка. Вот вы выходите из этого факультета, вы выходите в мир, в котором вы можете вообще, как бы, все. Вот вы, условно говоря, становитесь профессионалами, которые, ну, вас готовят на то, чтобы, например, вы пришли в музей Момо и сказали, хочу вас работать. А Момо говорит, welcome, пожалуйста. И, ну, выбирая профессию искусствоведения, вы можете, ну, не знаю, руководствоваться совершенно разными каким-то там, ну, внутренними желаниями, какими-то интуициями, что вот это мое, я хочу это делать и так далее. Я могу, наверное, единственное сказать, что, насколько это на самом деле... Здравствуйте. Я уже все агитационное сказала. Как вы теперь будете дальше? Мне это совершенно интересно. В общем, краткое содержание предыдущих серий. Присаживайтесь. Я сказала о том, что быть искусствоведом – это самый лучший выбор только, который можно сделать. Вас ждет вот такое будущее. И можно выйти из аудитории сразу же, если вы считаете, что вот это многоручество – это вообще то, что не для вас. Но если вы, как сказать, многоручество немножко, ну, так сказать, согласны внутренне, то можно продолжать слушать. Окей? Продолжаем? Да? Не страшно? Поехали. Значит, ой, это тоже прекрасно. Как мы сегодня представляем нашу научную работу? Собственно, главный ваш квалификационный челлендж во время обучения – это то, что вы будете писать курсовые, бакалаврскую работу, магистрскую, надеюсь, работу. И это еще одна штука, которая, собственно, потенциально вас выводит на рынок и, ну, как сказать, мэчит вас с определенным работодателем. Я всегда смотрю, когда ко мне приходит человек, чем он занимался в университете, какой у него был рекорд, да, его истории. И, на мой взгляд, чем он как бы разнообразнее, тем это, ну, интереснее и выгоднее для вас. Попробуйте подписать вот про совершенно разные вещи. Слово говоря, про икону, про авангард, про, не знаю, возрождение, про какой-нибудь там, не знаю, NFT. И вот надо попробовать поделать все. Потому что, опять-таки, это последний шанс в вашей жизни, когда вы можете чем-то поинтересоваться разным-разным. Потому что потом вы придете, и уже вам будут ставить задачи, как бы, другим людям. Вот сейчас у вас есть прекрасная возможность выбрать очень таким естественным путем, в чем я самый классный. И, собственно, вот эта вот история как бы самоопределения и внутреннего ощущения себя, где вот я хочу дальше развивать свою экспертизу, она никогда не будет вам дана кем-то сверху. Вот я, опять-таки, супер хорошо помню ощущение вот этой какой-то растерянности, когда не знаешь, ходишь к научным руководителям, например, какую же тему мне выбрать, я вот так вот не знаю, вроде бы и то, и это. И, ну, единственный критерий, который можно, вот, мне кажется, применять всегда, это в том, чтобы она всегда была что-то разное. То есть вот самый трудной путь, это если вы занялись там художником, я знаю, Пуни на первом курсе, и выпустились с этим же там художником Пуни на четвертом. Ужасно, значит, как бы прогресса никакого не произошло. Значит, желаю вам так не делать. Естественно, наша профессия состоит из такой незаметной работы. То, что мы сейчас с вами обсудили, это все как бы история. И вы не услышали всю мою агитацию, проходите, безобразие. Уже все сагитированы, а вы еще нет. Значит, очень много работы, которая не публичная, которая действительно происходит с закрытыми дверями. И если мы говорим про какое-то будущее исторической профессии, как такую музейную инфраструктуру, я могу предположить, что многие из вас имеют этот, можно сказать, пиетет и достойное уважение как бы к разным музейным институциям. И, собственно, это тоже тот, ну, та ниша, которая всегда будет востребована. Если вы выходите уже крутым, уже подготовленным профессионалом в какой-то, например, узкой области, например, вот вы учились на судоведении и, там, не знаю, и делали выставки 4 года в ЦСКА. Я, конечно, как бы поверю вам больше, чем человеку, который не делал ни одной выставки за 4 года. Я пришел и сказал, я хочу делать выставки. Это важно. Если вы, например, имеете практику и вас, например, в дико увлечет... Я скажу, что такое ЦСКА. Люди не знают, что такое ЦСКА. Простите. Кто-то может... Это наш выставочный зал, замечательный, что там даже Центр современной культуры, где проходят классные выставки, которые, в чем и классность, их делают совместно с студентами и преподавателями. Да, и преподаватели, да, Центр современной... То есть у нас здесь, в принципе, что есть на факультете? На факультете можно попробовать себя в качестве куратора и экспозиционера выставок. Это вот как раз Центр современной культуры. Можно попробовать себя в музейной инфраструктуре, в работе с архивом, в работе с, ну, как бы, героем, потому что у нас есть музей Букашкина. И музей Букашкина совершенно, как бы, тоже уникальная история, что при факультете есть живой рабочий музей, да, который работает по всем музейным правилам, по всем музейным нормам. И, собственно, вы, попадая внутрь этого музея, попадаете в такую модель, неважно, чего, Пушкинского музея, потому что вы придете в любой музей, и вы столкнетесь примерно с теми же процессами, но они будут масштабированы до нереальных высот, до огромного количества зданий. Но механику профессии можно именно увидеть тут. У нас есть реставрационная лаборатория, и это тоже как раз суперважная штука, потому что, собственно, святая святая каждого музейного пространства, это как раз люди, которые обладают компетенцией и допущены до подлинников, а это всегда прекрасно, когда ты перчатки и подлинник. Это вообще ничего более такого будоражащего, как-то, не знаю, искусствоведческий дух, чем вот эта вот история, что ты и какое-то вот подлинное произведение искусства. Да, это правда. Вот сейчас Лувр, бедный, да, не знает, когда. Дальше, ну, как сказать, вообще выживать, даже то, что такое некрасиво. Сейчас. Ну, вот так. Помимо вот этой вот как бы внутренней незаметной рутины, конечно, каждый музей, когда вы сейчас, в принципе, вот выйдете там в любое музейное пространство в стране, в мире, неважно, все музеи становятся больше, чем музеями. И это потрясающий как бы сейчас момент, когда каждый музей преодолевает свою музейность. Говорит, я вообще как бы вот ни разу не музей, который хранит. Я пространство для коммуникации. Я третье место. Я место для работы с сообществами. Я инклюзивное пространство. Я пространство, открытое для всех. И, собственно, сегодня происходит невероятно важный момент в целом в истории искусства, когда во время ковида в 2019 году был создан, собран совет, генеральная ассамблея ИКОМ. Это международный комитет музеев. И, собственно, было предложено новое определение музея. И это произошло впервые за последние 84 года. Что важное событие для всего профессионального сообщества, потому что, собственно, мы теперь имеем новое определение музея, которое теперь не настолько напрямую связано с идеей хранения, а прежде всего связано с идеей коммуникации. Чувствуете, как поменялся мир? И вот, собственно, любая сейчас история, которая еще, наверное, 20 лет вызывала там, ну, в картина, в голове моей бабушки, что там как бы что-то такое, значит, одинокие люди ходят по залам, а я сижу на стульчике и, значит, наблюдаю за этим в музее. Сейчас как бы рисуется совсем, ну, картина другая, да, когда музей, собственно, находится в музее... Ой, ой, у нас конкуренция. Музей становится пространством именно, ну, во-первых, суперэкспериментальным, а во-вторых, пространством, где, собственно, вот создаются какие-то новые правила игры. Почему музеи, как бы, выходят так за границу, ну, настолько выходят за границу, как сказать, вне своих границ? Потому что, потому что, собственно, к этому их стимулирует как современное искусство, так и искусство традиционное, в котором, ну, собственно, сейчас... Мы вообще теряем, да, очень много каких-то институциональных границ сегодня, поступая на факультет искусствоведения, собственно, ну, и культурологии, да. Это история о том, что, ну, наверное, это такой самый нацидисциплинарный факультет, из которых можно представить, в принципе, все сейчас пытаются быть больше, чем журналистикой, там, больше, чем политологией, больше, чем эстфаком. Но как раз здесь история про то, что вы, как бы, отказываетесь в этой чудесной надстройке. Почему? Потому что именно искусство создает и генерит те идеи, за которыми потом подтягивается все, как бы, ну, социально-общественное устройство. И вот эта вот история про то, что вы выбираете некую авангардную профессию, в том случае она дает вам возможность быть в пространстве авангардных идей, я считаю, это бесценно. Ну, во всяком случае, я не знаю, ну, не какой такой какой-то сферы, потому что рекламщики всегда прутся где-то там в этом, на хвосте у там художников современных, кто медиа, то же самое. И сейчас, например, появился блокчейн. Кто первый отреагировал вообще на это явление? Искусство, художники, NFT-арт, одно из самых вообще сейчас непонятных новых рынков, открытых для искусства, в котором уже какие-то миллиарды бюджеты. Уже, это значит, за шесть месяцев. Друзья, появился рынок шесть месяцев назад. И уже, как бы, вот все это стало явлением выставки NFT-искусства, делает куратором этажа Дмитрия Озеркова. Это уже история, как бы, явление, которое вот сейчас прямо надо осмыслять, с ним работать и как-то вписывать его уже вот в эту историю искусства. Собственно, этот мой слайд, он, как сказать, показывал то, как, не знаю, почему так много здесь тряпок, но суть в том, что это как раз иллюстрация к тому, насколько, например, там искусство, мода слились в один момент в экстазе и, соответственно, стали получать от этого удовольствие. От музея немножко перейду как раз к слову куратор, которое, ну, слово очень важное, потому что, приходя в искусствоведение, вы приходите в определенную инфраструктуру и в определенные жанры, роли и позиции. Собственно, вся вот эта система, она состоит из определенной институциональной структуры, да, когда у нас есть музеи, когда у нас есть, ну, как бы, некоммерческий мир, есть мир коммерческий, есть мир индивидуальных экспертов. И, ну, в основном, главное, как бы, вот это вот напряжение отношений, оно состоит из фигур художника и куратора, да, художника и куратор, то есть вот этот творец и продюсер или менеджер или еще кто-то, да, кто вот, собственно, дальше все вот эти вот институции вокруг себя и создает. И, естественно, в том числе вот эта компетенция того, кто такой куратор, ну, как сказать, у нас не факультет кураторства и художничества, да, это, как бы, история как раз та, которую можно в процессе набрать именно из вот этой самой практики, о которой я говорила, которая есть у вас в каждый год и которая, ну, как бы, кроме этого, вы, собственно, со всеми этими людьми в профессии во время обучения знакомитесь. То есть вы знакомитесь с теми, кто здесь и сейчас делает выставки в лице, здесь и сейчас делать выставки в музее изо, здесь и сейчас делать выставки в сценарии. И в этом смысле, вот сейчас я, короче, немножко поменяю логику, но этот слайд вы почитали, я надеюсь, вот, 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 вот. Я вам покажу эту карту, чтобы похвалить немножко город Екатеринбург. Это карта, неважно, одного из проектов, которым я занимаюсь, который называется «Москва», который говорит про важность региональных культурных практик по, там, «Всея Руси» и о том, что российское современное искусство — это не только московское современное искусство, а, собственно, у нас есть огромное количество очень интересных ситуаций по всей стране. Так вот, я хочу сказать вам о том, что нам с вами очень повезло, что мы находимся в городе Екатеринбург, потому что вот в 2018 году, проехав страну по Трансибу от Москвы до Владивостока за 30 дней, у нас был такой международный большой симпозиум, куда мы повезли кураторов как раз самых известных из Гургенхайма, Пумпиду, Уитни, Берлинской пьеннале, Сиднейской пьеннале, Гонконга. Посадили их, значит, в Трансиб и поехали с ним по стране ознакомиться с художниками, с культурными ситуациями, что, значит, у нас происходит. Наша была главная задача в том, чтобы, ну, это скажем, развиртуализировать российскую культурную практику как раз теми во многом трендообразующими и много что решающими в глобальной системе искусства людьми, которые, ну, которые сейчас задают тон, да, как раз те самые сильные кураторы, которые, то, что называется, в СМИ формируют повестку. Вот эти самые кураторы, которые ехали с нами, они 100% формируют повестку вот сейчас истории искусства, которая создается прямо у нас на глазах. Так вот, я могу вам совершенно, как бы, экспертно и точно сказать, что Екатеринбург в плане развитости культурных индустрий, креативных индустрий, развитости, ну, количество музеев, вообще истории с тем, сколько у нас вот сейчас живущих художников и людей, которые говорят, я куратор, да, вы абсолютно лидеры в этом смысле. Ой, спасибо большое. И это окно тоже, если можно. 30 градусов на улице, с ума сойти. Значит, и мы абсолютно в этом смысле вбиваемся из общей картины, где, ну, где ситуация не такая наслеченная. То есть, в чем огромный, ну, так сказать, бенефит именно конкретно искусствоведческого образования в Екатеринбурге? Это то, что мы находимся действительно, мы помним, после Москвы и Питера в самой насыщенной ситуации. И одновременно все-таки очень важно, что я считаю, это не Москва, не Питер, это не Москва. И, соответственно, сегодняшний невероятно сильный тренд на регионы. Вы попадаете, если вы, как бы, смотрите следующий пятилетний цикл, или, подождите, сколько мне сейчас, 4 года, 6 лет, это я своим старым мозгом, у меня своими пятилетиями. Значит, вы попадаете в историю с очень таким явным и активным запросом на все региональное. И вот, потому что очень стало, ну, наверное, очевидно за последние несколько лет, что самые продвинутые идеи, они создаются, вот, ну, не, ну, знаете, как Москва-то, в пылесосе вы, да, все там, как бы, важные вещи. Но, на самом деле, как бы, если мы идем за чем-то таким инновационным, за чем-то ярким, за чем-то важным, за чем-то, там, ну, как бы, суперинновационным, мы должны идти именно вот в, ну, как сказать, вот в это вот субболе. И, что еще, наверное, очень важно сказать с точки зрения, ну, в целом такого позиционирования, это, наверное, уже, как бы, из моего опыта, как такого практика, потому что, вот, я, собственно, вышла в свое время с факультета искусствоведения, я училась в аспирантуре, и на тот момент в Екатеринбурге была ровно одна институция, занимающаяся современным искусством, называлась она филиал Государственного центра современного искусства. И это был, вот, это был филиал, вот эта вот замечательная организация, у которой есть филиалы от Калининграда до Томска, и это был первый, первый государственный, то есть, что значит государственный, значит, что финансируемый Министерством культуры Российской Федерации и формулирующий, то, что сейчас называется государственной культурной политикой, есть прям целый документ, тогда такого документа не было, но, в принципе, как бы, создающий и развивающий вот эту самую государственную культурную политику на местах. И вот этот вот филиал Государственного центра современного искусства, он тогда, как я говорила, был единственным, что хотел сказать, простите, у меня попала мысль, ну, мы единственным, это ты, у нас много, забыла. Ну, окей, значит, я как будто хотела свою историю из жизни рассказать. А в чем была моя история из жизни? А, в том, что я вышла из факультета искусствоведения, такая вся, значит, замечательная, пишущая по современному искусству диссертацию, и попала в ситуацию того, что меня пригласили быть руководителем вот этого самого ВЦСИ. И я помню весь, как бы, вот этот вот мой страх и ужас, потому что я понимаю, что я, ну, как сказать, я действительно знаю еще новых художников, я вот нахожусь в этой сфере, я нахожусь в этой среде, но я, например, совершенно не знаю, что это как бухгалтерия. Да, а мне говорят, вам нужно руководить институцией, а вот у вас печать с орлом этим, в уголовном, вы государство, значит, как бы в Екатеринбурге. Думаю, ничего себе, это очень страшная, значит, история. И это, честно говоря, далось мне потом большим трудом, ну, как бы еще до образования. И, наверное, самое еще такое важное напутствие о том, что, ну, вот эти сейчас годы, когда вы будете здесь учиться, нужно понимать, что нужно быть готовым постоянно дообразовывать себя. Да, и, могу сказать, не стрематься этого, ну, в том смысле, что вам очень важно будет постоянно осваивать новые какие-то компетенции, которые вот, ну, которые вот требуются в данный момент. Вот мне так потребовалось, например, да, какое-то там управление. И я думала о том, что как хорошо, что я не сначала пошла на управление, а потом на искусствоведение, потому что гораздо класснее дообразовывать себя чем-то формальным. Чем вот, как бы, начинать с образования, которое не даст тебе такой фундаментальной, так сказать, ориентации вообще, ну, не знаю, в какой-то системе, глобальной системе культурных ценностей. Вот, понятно, что я вас здесь бесконечно, так сказать, буду всегда, как бы, агитировать про современность, потому что это, собственно, моя такая главная страсть. Но это не важно, как бы, в какой вы пойдете период, да, и чем вот вы будете заниматься. Может, вообще вот для вас возрождение останется главной такой, как бы, вещью, ну, и ради бога, да, но вы будете понимать, каким образом возрождение сейчас находится в отношениях с современным искусством. И это самое главное, потому что меня больше всего смешит, когда сегодня люди говорят, ну, значит, в современном искусстве так сложно разбираться, это там вообще такое, знаете, как будто бы им так легко разбираться в традиционном. Вот прямо, я не знаю, это как бы говорят люди, которые просто, видимо, считают себя экспертами, там, не знаю, в живописи 17 века. Вот как легко им в ней разбираться, в современном искусстве действительно сложно. А вот у вас будет, как бы, ну, как сказать, четкое право сказать, а я разбираюсь во всех, вот, значит, там, могу сказать, от чего этот художник, не знаю, например, там, Ян Фабр, делая своих, там, каких-нибудь животных, разделанных в залах Эрмитажа. И вы скажете, я понимаю, почему он так делает, потому что он находится в диалоге, там, с голландской живописью и матюрмортами. И, как бы, это его, такой, значит, диалог вообще с историей искусства. А не стоять там с хоруглами под армитажем, говорить о наших животных мучают, правильно? То есть это как раз история о том, как вы способны анализировать любой культурный продукт и нарабатывать вот этот, вот, собственно, кругозор, который очень важен. Так, сейчас. А, ну да, в общем, собственно, я вам просто как напоминалку, какие, значит, у нас есть в Екатеринбурге чудесные... Мы не забываем, что 1 июля открывается филиар Эрмитажа в Екатеринбурге. Это, между прочим, тоже огромный будет ресурсный центр. Вот, как, например, в свое время, вот здесь у нас в Кридоре есть такой виртуальный филиал русского музея. Ну, честно говоря, уже очень устаревший глубоко формат, и он, не знаю, насколько он, Виктория, он вообще отгрейдится, не отгрейдится, но, в общем... Ну, это зависит от русского музея, а ты его... Ну, я понимаю. Да, оно в чревлении. Да, да, да. В общем, они, в принципе, одни из первых поняли, что нужно как бы филиалы делать в разных городах. Они были молодцы, они там установили вот разных компьютерных классов в огромном количестве городов, как бы распространяя там свое знание. Но, опять-таки, они, мне кажется, такой как бы провал маркетинговый, да, потому что как раз это дальше не пошло, как какой-то, а? Ну, вот, да-да-да, как действительно какой-то продукт, которым интересно пользоваться, там, архи-недружелевые интерфейсы, все-все-все, вот это вот, ну, так сказать, кануло в лету, потому что не успело за временем. А Эрмитаж пошел другим путем, он стал строить суперсовременные здания, суперклассные пространства. И делать это не только в России, делать это, например, там в Амстердаме, делать это в Абудавии. И, собственно, сейчас, ну, вот, Эрмитаж, который сделал ставку именно на пространства, в которых он, вот, там, подгребает, всасывает, да, себе аудиторию и делает ее одновременно очень, ну, как сказать, толерантной к себе, да, вот это оказалось очень интересной ставкой. И одновременно, ну, как бы, очень важная социальная миссия, потому что они создают новые рабочие места, естественно, в каждом из городов, в которые Эрмитаж приходит. Мне очень смешно показывать это здание, потому что, а вот это здание филиала Мушкетского музея в Екатеринбурге, ну, в общем, это как раз здание ГЦСИИ, которое мы получили в, здравствуйте, которое мы получили в 2011 году, но, к сожалению, вот до сих пор наше федеральное руководство и Министерство культуры не, как сказать, не дошло до того, чтобы выделить финансирование на реконструкцию и приспособление этого здания под нужды, собственно, музея. И за это время у нас было очень много интересных притурбаций, собственно, из Государственного центра современного искусства мы стали такой большой организацией, ну, нас присоединили к организации, которая называется РУСИЗО. Потом после этого, в январе 20-го года, филиалы ГЦСИИ стали филиалами Пушкинского музея, так что теперь, ну, вот, а это филиалы Пушкинского музея. В общем, в каком-то перспективе, я надеюсь, я вам покажу другую картинку, вот, но пока... Уже есть проект, я прямо сегодня приходила, у вас уже есть проект, не запланировано на августе или нет? Нет, выставки там идут, я имею в виду как здание, мы все мечтаем, что либо это здание его, ну, как бы, отреставрируют, либо мы переедем куда-нибудь в другое место. А деятельность-то, конечно, мы не останавливаем. А Синара открылась при всей, как сказать, моих вопросах. В Синаре активно действующая точка. Музей истории Екатеринбурга с потрясающим директором, который выигрывает все гранты мира и умеет просто написать любую заявку, и это совершенно прекрасно. Музей Митинкова с супермолодой командой, с суперинтересным контентом тоже must have знать. Дом Маклецкого, экспериментальная площадка, вот тот самый как раз креативный кластер, который сейчас собираются развивать по всей стране. Так что, вот это все, так сказать, пространство для изучения, которых более чем достаточно. Я поговорю еще буквально 10 минут, а потом оставлю немножко время, чтобы вы позадавали вопросы. Давайте так. Ну, как сказать, я действительно, когда Виктория меня представляла, больше всего, как сказать, известно миру, как основатель вот этого самого проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Это, в принципе, ну, это крупнейший международный проект на сегодняшний день в России. До этого крупнее нас была Московская международная биеннале современного искусства, но она как-то, после того, как Иосиф Бакштейн, ее комиссар, перестал функционировать как руководитель проекта, она очень задала позиции, сейчас она, ну, так сказать, не конкурент в этом поле, а из всех существующих остальных биеннале в России, это Владивостокская, Ширяевская, Красноярская, Владивостокская. Мы, конечно же, такой, ну, самый интегрированный в глобальный контекст проект, именно потому, что с самого начала нам хотелось сделать проект, ну, вот, как бы, у меня и нашей команде, для Екатеринбурга, который бы не, который бы вот эту нашу ситуацию уральскую специфическую не сравнивал постоянно с тем, что, а вот что есть в Москве, да, у нас вот, там, не знаю, у нас вот такого нет, там есть Московская международная биеннале, там лучшие кураторы со всего мира приезжают, а вот к нам нет. А сделать, поставить, собственно, себе вопрос, а чем мы интересны миру, да, в чем наше вот это важное такое экспортное предложение, почему вот это глобальное профессиональное сообщество может быть в Екатеринбург, что их может здесь привлечь. И ответом на этот вопрос стало именно вот это вот явление, событие, уральская индустриальная биеннале современного искусства. Именно индустриальная она стала, потому что нам очень нужно было придумать какую-то вот эту специфику и, собственно, идентичность отразить уже, как бы, в позиционировании, в названии биеннале, потому что на момент 2009 года, когда мы придумывали весь проект, ну, даже еще 2008, когда загорелись этой идеей, и, знаете, уже было 286 биеннале по всему миру. Ну, вот как-то мы так посмотрели на эту карту, подумали, ну, окей, 287-я биеннале в Екатеринбурге, и что, да, как бы, каким образом вдруг мы будем интересны и заметны и почему-то востребованы. И, собственно, вот эта такая интуиция сделать биеннале не просто уральской, а уральской индустриальной, она выстрелила очень круто. Это у нас, например, да? А вот что мы делаем, да? Как раз по поводу того, что нам удалось, мы, собственно, этим шагом сделали очень важный культурный бренд. И вообще, ну, как бы, абсолютно еще не знаю, что такое брендинг, и все это такое. Это чисто, как бы, какие-то важные, такие интуитивные штуки. Мы попали в главную такую, наверное, историю для брендинговых территорий, актуальную в последние 10 лет. Это про брендирование территорий через локальную идентичность. И вот мой главный такой, ну, вообще, стейтмент этого проекта в том, что это слово такое дурацкое, глокальность, да, как бы локальное и глобальное вместе, да, и, собственно, получается, как глокал. И это такой термин, принятый в англоязычной, ну, такой, в культурологической литературе уже много лет. И мы его достали, опять-таки, как путь для того, чтобы сформулировать нашу вот эту вот идентичность и, как сказать, сделали все правильно. Потому что, собственно, сейчас, благодаря такому именно позиционированию мы смогли с первой буквально биеннале стать очень сильно заметным именно для международного сообщества. И о нас написали, ну, то есть у нас был адский маленький бюджет, у нас был, так сказать, облом там по всем спонсорам. Было чудовищно сложно, как бы с менеджерской точки зрения, поднять всю эту идею. Но с первого буквально проекта он стал, ну, как сказать, он стал таким событием именно для международных критиков, которые даже, ну, вот, опять-таки, все это уже было онлайн и так далее. К нам приехало тогда очень много журналистов, без всякого нашего финансового участия, которые приезжали и смотрели эту биеннале. И было очень интересно, что, как бы, знаете, такое у нас случилось вот именно это узнавание мира и такой был всплеск интереса. И, как бы, у нас уже в 12-м году принятили список там 10 самых там инновационных биеннале мира. Но при этом наше Екатеринбургское сообщество плевалось, кричало о том, что какой кошмар это ваше биеннале, вообще в топку это все искусство, это там кошмар, нас обманывают, это вообще... А-а-а, только уберите, пожалуйста, вот это ваше биеннале. Это был такой, вообще, невероятный драма. Но, как сказать, на ошибках учится, мы все поняли. И, собственно, а, вот это да. Ну, собственно, говоря про достижения, мы очень какие-то титулованные, мы собрали все российские возможные премии за эти 10 лет, пока биеннале развивается. И сейчас еще надо уже какие-то следующие клетчики заполнять чем-то, не знаю, международным уже. И вот как раз выучив этот ужасный опыт такого, как бы, отторжения местной публики, у нас появилась вот эта важнейшая программа. И, собственно, это как раз то, чему тоже учат на факультете искусствования, это медиация. И медиация, это, наверное, одна из сегодня востребованнейших профессий везде, когда, собственно, знаете, как сказать, вот с птичьего на человеческий, да, когда вы можете транслировать любую профессиональную ценность, ну, в чем, как бы, показатель вашего профессионализма? Когда вы можете суперсложное явление профессиональной своей сферы раскрыть через очень понятный язык, да, то есть такой прям вот высший пилотаж, когда там, не знаю, вы можете какой-нибудь, когда вот вы математик, да, невероятный, вы можете какую-нибудь там сложнейшую теорию объяснять так, что это школьник будет, понятно. Вот в нашей профессии, собственно, это примерно так же. И суть профессии медиатора на сегодняшний момент, это как раз не гида, да, там, не экскурсовода, а человека, который вместе с вами сомневается. И вообще сомнение — это главное качество искусствоведа. Сомневаться в подлинности, сомневаться в качестве, сомневаться в ценности. И во всех вещах сомневаться, и, отвечая на это сомнение, как бы, искать ответ. И, собственно, медиатор — это тот человек, который помогает зрителю задавать вопросы, которые вот у него возникают там. И вместе с ним думать о том, какой смысл заложен художникам здесь, о чем с нами разговаривает автор в данном конкретном произведении, почему это важно, ну, там, и другие многие вопросы. Сори. Вот. И, собственно, эта программа, она нас, так сказать, спасла с точки зрения такой коммуникации. Вот, ну, про историю биеннализора я вам ничего не буду рассказать. Но я вам расскажу про... Простите, это очень длинная презентация. Расскажу вам об этом. О том, что, собственно, грядет шестая. Она будет в... Мы планируем, что она откроется 18 сентября, если все будет хорошо в наши непростые пандемийные времена. Вот. И, собственно, уже к шестой биеннале мы... Что мы сказали про шестой биеннале? Очень много могу рассказать. Но, наверное, самое главное, да, что как раз тема... Собственно, очень такая, мне слушать, квинтэссенция, наверное, того, что я вам говорила все эти два часа... Нет, полтора час предыдущие. О том, как, собственно, эта тема появилась. Вот мы, команда биеннале, всегда придумываем манифест сами, а потом предлагаем это кураторам, как тему для осмысления. Так вот, в январе 2020 года, когда еще там мышь кого-то там укусила, но ничего мы об этом не знали, мы сидели на стратегической сессии, значит, нашей команды думали, какую же тему шестой биеннале предложить. И, собственно, мы думали об этом на фоне темы 2019 года, которая была бессмертием. Вы представляете, накал наших страстей, когда нам нужно найти какую-то тему после бессмертия. Это очень сложно, потому что когда ты сделал биеннальную тему бессмертия, кажется, что все, больше уже ничего невозможно сказать миру. И наше рассуждение привело нас к тому, что очень важно именно вернуться к каким-то личным границам, к вообще физическому ощущению своего тела, к теме телесности в искусстве, к теме каких-то границ. Что считается, как бы мы все живем в ситуации новой нормы. Что считается, значит, харассментом, что не считается. Могу я, например, вас обнять сейчас или нет? Как бы социально это оправдано? Или это будет какая-то, значит, ну, где вот эти вот границы, да? Каким образом это все сегодня, насколько вот эта интернетная реальность изменила ощущение касания, да? Вот, например, есть несколько очень интересных текстов о том, как вот этот тач, да? Как бы сколько сейчас сконцентрировано действий технологий в одном этом касании. И мы прикоснулись, не заплатили, да? Сколько это вообще, значит, там технологий в этом замешано, да? Что, как бы, философия касания и что мы можем сделать благодаря этому касанию. Невероятно богатая и интересная тема. Все это нас привело к такой чудной формулировке, в которой мы слямзили у экклезиаста. Не самый, так сказать, плохой референс. И это все произошло в январе. Мы весь февраль писали манифест и как-то, значит, осмысляли эту тему. И думаем, озвучим ее в марте. Значит, сделаем большую пресс-конференцию о том, что, собственно, вот, Биеннале объявляет тему. Но в марте все сели на карантин. Нам стало очень страшно, потому что мы вообще поняли, что все это из-за нас. Потому что мы придумали такую тему. И, ну, она стала звучать совершенно по-другому в новых вот этих вот пандемийных обстоятельствах. И, собственно, ну, да, на этом я, наверное, могу и завершить, как сказать, тостом за прекрасную интуитивность профессии искусствоведа. И, в общем, если у вас есть вопросы, то я готова на них ответить. Ура! 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 Продолжение следует...